Знаете, я бы хотел говорить на тему того, что произошло недавно. Знаете, я хочу говорить о том лагере, который произошел. Знаете, он так глубоко засел в мое сердце и не выходит. Знаете, уже вроде прошло время, но никуда оно не выходит. Поэтому я бы хотел поговорить, что Бог сделал там и что Он делает сейчас. И у нас был девиз, да, все вы знаете, кто служил, да, какой был девиз? Люби Бога, люби людей и изменяй мир. Это классный девиз, знаете, он где-то похож на 10 заповедей, да. И вокруг этого девиза, в принципе, все оно крутилось. Все вращалось. Уроки, игры, танцы, разные викторины, вечернее служение. То есть программа была очень наполнена всем, что, я скажу, что время отдыхать не было. Вот. Просто все, все, что вот наполняло, да, и прославление, и поклонение, и общение, и всякие кружки, арт-кружки, там, изучение еврей, там, ну, все, все, в принципе, оно вкрутилось вокруг вот этой вот идеи, да, возлюби Бога, людей. Даже, я скажу, даже еда, она тоже была, я знаете, ты когда ее вкушал, то, я скажу, все менялось. Знаете, перед едой мадрихи, они были немножко взвитые, знаете, злые, но после еды как-то становилось трошечкой краще. Вот. И, конечно же, повара, они везде рулят. Да, повара, повара, знаете, когда у детей спрашивали, что вам понравилось, дети, еда понравилась. Нет, на самом деле, многое, что понравилось, там, некоторые говорили, что уроки там понравились, им там, еще что-то, изучение еврей, то очень многие говорили, но еда, она была на первом месте, поэтому повара, они, как всегда, молодцы. И все, конечно, кто служил. Хорошо, и проводя этот лагерь, у нас было огромное желание, огромное желание, чтобы дети, они изменились. Верующие дети, они стали ближе к Богу, потому что у нас были верующие и были неверующие. Чтобы верующие дети, они стали ближе к Богу. Чтобы, может быть, что-то вот изменилось, какие-то препятствия, которые, может быть, мешают им больше открыться для Господа, чтобы это произошло. А неверующие дети, они пришли к Богу. Вот это вот наше было желание огромное, то есть, ну, мы служили детям. И, знаете, произошло намного больше того, что мы, ну, ожидали. Изменились не только дети, но и все мы, которые там служили, которые там что-то делали. И я хочу начать с главного. Начнем с главного. Первое, да, это люби Бога. Почему мы должны любить Бога? Что значит любить Бога? Как мне, ну, полюбить Бога? То есть, это очень такие, ну, серьезные вопросы. Знаете, хотелось бы так, нажал кнопочку, раз, и полюбил Бога, да? И, конечно, мы можем, мы как верующие люди, я не знаю, здесь, может быть, кто-то первый раз просто проходил мимо и зашел. Но я думаю, что здесь большая часть верующих людей. И как верующие люди мы понимаем, что мы любим Бога, потому что Он первый возлюбил нас. Он первый пришел в этот мир, Он полюбил нас такие, какие мы есть, со всеми нашими потрохами. Он не пожалел своей жизни, Он пришел и отдал свою жизнь за нас. Всемогущий Бог пришел на эту землю, спустился в этот грешный мир, спустился ради тебя и меня. Конечно, и мы понимаем, что да, Он сделал, Он сделал, ну, невозможное. Никто не сделал то, что сделал Он. И, конечно, мы знаем, что есть заповедь, да? Помните, когда Ишуа спросили, какая самая большая заповедь? Это написано Матфея, 22 глава, 37 стиха. Ишуа сказал ему, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоею и всем разумением твоим. Это есть первая и наибольшая заповедь. И потом мы знаем и вторая какая, да, мы потом дальше поговорим о второй. И я думаю, что здесь намного больше, чем в этой фразе. Потому что вообще тема любовь к Богу или богопознание, это одна из самых сложных, ну, тем в теологии. Потому что в богопознании, вот в этой области нет экспертов. Нет таких, знаете, там, гура, там, экспертов, знатоков. Почему? Потому что Бог, Он иногда действует так, как мы этого не ожидаем. Мы это знаем в примерах, в Писании, мы это знаем в нашей жизни. Иногда мы что-то просим у Бога, а Он нам дает совсем другое. Мы потом понимаем, почему. Почему? И с одной стороны где-то сложно понять, но и то, что мы не до конца целиком понимаем и мы не знаем Бога, это не должно нас, ну, приводить в уныние. А наоборот, только восторг. Почему? Потому что, потому что Он всемогущий Бог. Потому что Он выше всего, всего, что мы, о чем думаем и помышляем. И самое важное, не главное в том, что мы Его знаем, это есть главное, ну, я говорю, в общем, а главное то, что Он тебя знает и знает тебя по имени и любит тебя такой, какой ты есть и такая, какая ты есть. И это главное. Ну, что-то мы знаем по-любому о Боге, конечно же, мы не можем, мы бы здесь не сидели бы. Конечно, мы какие-то имеем знания, что-то мы видели, что-то мы чувствовали, что-то мы переживали, что-то мы читали, то есть мы знаем о Боге. Но на самом деле, сильно по-настоящему полюбить Бога, знаете, когда мы сильно по-настоящему начинаем Его любить, когда мы проходим с Ним определенный отрезок нашей жизни. Конечно, мы приходим к Господу, и Бог, как написано там, да, Духом Святым дает нам любовь к Нему, мы там, ну, начиная, ну, мы даже не проходя какой-то путь отрезок, мы начинаем Его, как бы, да, там, вот. Но это называется влюбленность. Или еще, как бы, да, в Пипсане написано первая любовь. Ну, вы знаете, это похоже, когда парень влюбляется в девушку, и вроде как они еще не знают друг друга, может быть, слава Богу, а может быть, ну, вот, они еще не знают друг друга, но у них что-то уже есть, да, ну, было у вас такое, ну, вот, не знаю, там, уже повзрослеют люди, я ко всем обращаю, может, молодежь там есть еще тоже, да, то есть они еще вроде не прошли какой-то путь определенный, да, то есть не прошли отрезок жизни, но у них что-то вот появилось, и это нормальное состояние, то есть, ну, не то, что там нет, это неправильно, это нормальное, то есть это чувство, как бы, первой влюбленности, то есть это от Бога состояние, вот. Хотя, вы знаете, что история, как бы, говорит, что человек может влюбляться от трех до семи раз, а вот полюбить ему второй раз или третий немножечко сложно, это когда Господь, действительно, Он, ну, есть какая-то воля Божия, Он дает, потому что это разные вещи, и это нормальное чувство на начальном таком этапе, вот, но оно проходит, и мы это знаем, помните, да, Ешова говорит, имея против вас, что вы там оставили первую любовь, и это чувство называется, как бы, первой влюбленности, и оно с каким-то временем, оно проходит, можно вспомнить свою жизнь, да, вот мы, когда пришли к Богу, вот сейчас смотришь на каждого, конечно, ну, у каждого такие ясные, сияющие глаза, но, может, не у всех, вот, когда ты приходишь к Богу, ты везде хочешь, ты микрофон забираешь у всех, ты все хочешь делать, тебе море по колено, все, то есть, и ты такой для Бога, все, Господь, я для тебя все переверну, сверну, это, но потом приходит какой-то определенный момент, ты встречаешься с определенными трудностями, да, и это состояние будет непостоянно, потому что оно дается на начальном пути, то, что я говорил, потому что мы встречаемся с реалиями жизни, которые вносят свои коррективы к объекту твоей любви, ну, бывает так, и приходится немножко уже другое, и мы говорим касательно Бога. Ишуа, он показал очень хороший пример с почвой, здесь, конечно, говорится о спасении, но я бы хотел, чтобы какой-то вот элемент, я бы сказал то, о чем я говорю. Ишуа привел пример с почвой, это Лука, 8 глава, с 12 стиха. И упавшие при пути суть слушающие, а которым приходит лукавый дьявол и уносит слово и сердце их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень, это те, которые, когда слышат слово Божие, с радостью, вот будьте внимательны, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а все время искушения отпадают, а во время искушения отпадают, а упавшие в тернии, те, которые слушают слово, но отходя с заботами и богатством, и наслаждениями житейскими подавляются, не приносят плода, а упавшие на добрую землю, мы знаем, да, приносят плод, там, 30, 60 и во сто крат. Я бы хотел обратить внимание на каменистую почву. Вы знаете, интересно, я когда вот читал, я всегда пробегаем мимо всего этого, да, то есть мы всегда как-то упор делаем на что? На добрую почву. Вот попал в добрую почву и все, оно выросло, принесло плод и все, класс. Но я читаю каменистая почва и мне как-то вот, ну, что-то вот стало как бы интересно. Здесь Ишо говорит, что они, когда принимают слово, они принимают его с радостью. Там написано с радостью и некоторое время они верят. Это не совсем безнадега, знаете, каменистая почва там вообще безнадега, да нет. То есть написано, что они принимают с радостью, верят до какого-то момента, но потом важный момент, но из-за того, что не имея корня, они потом перестают верить. Вы знаете, что есть, как вы думаете, есть ли растения, которые живут и растут на камнях? Я хочу показать вам одно из растений. Ну, пожалуйста, там есть рисуночек, вы видите, как сегодня с рисуночками. Вот, видите, красота. Это растение называется каменная роза. Ну, она не в полном смысле каменная, она не каменная, но она растет на камнях. А почему она растет? Потому что она имеет корень. Она растет в Мексике, где там жаркое лето, вот, там какое-то время. То есть, ну, она растет. И вы знаете, Ишова говорит, что вот они первый раз они принимают с радостью, и потом верят, что-то делают, но потом не имея корня. Знаете, даже каменистое сердце. Я думаю, что здесь, знаете, для меня где-то здесь вот похоже, что вот какая-то вот в начале что-то есть у тебя, да, это первая любовь, ты принимаешь. Вот, но из-за того, что ты не углубляешь свой корень, даже на камне мы видим, что могут расти растения. Конечно же, в идеале, чтобы почва была она добрая, там, полезная, да, там, ну, взрыхленная и так далее. Но у каждого из нас, послушайте, я думаю, что у каждого из нас какие-то камушки нашего сердца, которые Господь, Он продолжает до сих пор. Продолжать эти камушки, потихонечку выбирать, убирать, вот, и чтобы наш корень углублялся. И это очень важный момент, как бы важное замечание. Как же мы можем пускать этот корень? Как вы думаете? Первое, что мы должны для начала узнать о Нем, узнать о Боге. И для того, чтобы нам узнать о Боге, какая книга нам рассказывает о Боге? Конечно же, Библия, правильно? То есть это единственная книга, которая она говорит о Боге. Знаете, и я что скажу, что эту книгу еще называют Боговдухновенной книгой. Ни одна книга не является Боговдухновенной. Есть много книг, которые мы читаем, очень интересные книги, жизни людей, мы там потом поговорим, там, не знаю, истории, биография, там, не знаю, разные, ну, они интересны, они много учат нас, но Библия – это единственная книга, которая является Боговдухновенной книгой, потому что Бог, Он вдохнул свою жизнь в эти слова. Вот, и знаете, эта книга, она о Боге, эта книга, она о человеке, и эта книга, она о взаимоотношениях Бога с человеком. И только в ней мы можем узнать, какое его отношение ко мне. Это очень важно. И нам нужно читать больше Писаний, в которые, где в жизни определенных людей, да, в жизни определенных историй Бог проявлялся. Мы знаем много историй, я не буду говорить. Вот, знаете, я, мы когда-то, мы недавно были на одной молодежной конференции, и там был такой тест на знание Библии. Вы знаете, что? Я вот сидел с молодежью, и у меня вот одна сторона краснела, а другая, ну, не очень, потому что там темно было, знаете. На самом деле, я понял с этой историей, что нужно больше читать Писание. Как бы я читаю Писание, но, знаете, как бы не так, может быть, скрупулезно. И там был такой тест, как бы на знание, ну, к примеру, я сейчас хочу вам задать тоже один, протестировать вас. Можно, да? Хорошо. Вопрос. Сколько прожил Ной после потопа? 950 лет, 820 лет или 400? Неправильно, 350. И таких вопросов было очень много. Вы знаете, мы, конечно, не были там в конце, знаете, но мы не были и в начале. Мы старались, мы много отвечали на вопросов, там, все. Но были вопросы, которых ты просто, ну, ты вот как бы, ты понимал, что нужно, знаете, и там ты пытался этот Google в помощь, но это как-то... То есть надо больше читать Писание. Читать Писание, кто сколько прожил, после чего прожил, и как прожил, да? Как звали там дедушку, допустим, Давида, там, или прабабушку, да? То есть там, или так далее. То есть, ну, как бы, ну, надо читать. Конечно, там, все, ты можешь не все, как бы, знать, но читать надо. И также можно читать очень много биографий людей, которые действительно говорят о том, как Бог действовал в их жизни. Есть очень классная книга. Она рассказывает об одном служителе. Это, не помню, как его зовут, но очень потрясающая книга, которая действительно вот, ну, меняет мировоззрение. Вот. Но все это, то есть Писание, истории, книги, там, не знаю, еще что-то, там, может быть, беседа с кем-то, это нам дает узнать о нем. Правильно? То есть мы больше узнаем о Боге. Но есть второй момент. А что дает нам познание Бога? Что есть, когда мы знаем Бога, да? Ну, то есть, ну, много людей, знаете, они знают Библию, знают Бога. Они знают, что Он, даже могут историю рассказать там про Моисея, как Он выводил народ из Египта, там, про большую рыбу, которая проглотила там человек. То есть они знают эти, и могут даже иногда там задавать эти вопросы. То есть, ну, как бы, это хорошо со мной, но есть дальше, вот, есть познание Бога. И вот, что нам поможет больше познать Его, как любящего Бога, как того, кто действительно, ну, никогда не оставляет, никогда не бросает тебя, когда тяжело. Это уже второй момент. И здесь создаются личные отношения. И вы знаете, есть очень много историй о людях, даже о неверующих людях, о каких жизнь она изменилась. Есть очень много историй, есть очень много фильмов, как человек хотел изменить свою жизнь. Есть один фильм про одну девушку, она никак не могла избавиться, она вела не очень хороший образ жизни, и никак она не могла избавиться. Что она не делала, просто, ну, она хотела, она понимала, что я хочу жить по-другому. И этот фильм показывает о том, что она просто все оставила и ушла в длительное путешествие. Просто в длительное путешествие. И вы знаете, это не просто была такая, знаете, прогулка на свежем воздухе. Она сталкивалась с разными ситуациями, с камнями, на которых она спотыкалась. Она сталкивалась с непогодой, с дождями, сталкивалась с разными насекомыми ядовитыми, с нехваткой воды, еды. То есть она была один на один с природой. Но, знаешь, когда она увидела, что она прошла этот путь, эта жизнь изменила. Это реальная история, это история про одну девушку, которая, и я скажу, что она также встречала на этом пути таких же людей, как и она. И что меняет жизнь человека? Это тот путь, который он проходит. А что меняет жизнь верующего человека? Это путь с Богом, который он проходит. И уверующий этот путь с Богом. Если мы хотим изменить свою жизнь, или чтобы Бог ее изменил, нам нужно двигаться. Возможно, нам нужно что-то оставить. То, что, может быть, мешает, не дает нам двинуться вперед. Но если ты двинешься, это изменит твою жизнь. Знаете, ходьба на месте, она не меняет жизнь. Знаете, есть еще такая поговорка, да, под лежачий камень вода не течет, к сожалению, да. Поэтому нам нужно двигаться вперед, нам нужно делать шаги веры. И Иешуа сказал своим ученикам, идите за мной, и что вы увидите, да, то, что я делаю, вы увидите мою славу. Вы увидите, и это изменит вашу жизнь простыми словами. Он сказал, идите за мной, не сидите на месте, идите. И что меняет мою жизнь? Я расскажу чуть-чуть о себе. Возможно, и вашу жизнь, я не знаю. Мою жизнь меняет это служение людям. И мы сейчас переходим ко второму пункту, да. Второй пункт говорит, любить Бога, второй, да, любить людей. И сказать, что это просто, ну, нельзя сказать. Я думаю, что это один из самых, наверное, сложных деяний, действий нашей жизни. Это не просто. Любить людей, потому что они все разные, со своим характером, там, темпераментом, со своими, там, как говорится, тараканами в голове и так далее и тому подобное. Но знаете, Иешова об этом говорит. И недавно у нас прошел летний лагерь. Я опять возвращаюсь к этому. И там были верующие и неверующие дети. Насколько, если я не ошибаюсь, по-моему, мы подсчитали, что всего людей было 120, мы служили 120 человеком, да. То есть какое-то интересное число, да, 120. Что-то напоминает вам? Сколько учеников было в горнице, да? 120 учеников, видите, прям как учеников. И первых три дня или четыре было немного сложно. Ну, это, знаете, это я просто уже говорю, знаете, так уже успокоившись, уже прошло время, знаете, уже, ну, как бы я говорю так, немного было сложно. Только немного было сложно. Первых, вообще говорят, да, помните, как первые сто лет вообще тяжело, а там легче. Поэтому нам этот, первых три или четыре дня было, конечно, сложно. Почему трудно? Потому что дети привыкали к нам, мы привыкали к ним. Даже наш лагерь назывался Шмуз, да, то есть это притирка, притерка друг к другу. И, знаете, вот это оно и происходило. Вот это вот искры разные летели с разных сторон и летели со стороны старшего руководства, а со стороны детей тоже это все встречалось. И это просто было такой, знаете, как салют, знаете, когда вот встречается плюс-минус, то что проявляется, такой фейерверк. Ну, было интересно. Это первых там три-четыре дня. Но я скажу, знаете, они не давали нам расслабляться, но я скажу, и за это я им благодарен. Я думаю, что все, кто служил, ну, все тут сидят, а нам многие, я думаю, что могут тоже сказать. Они не давали нам расслабиться, вот, но мы за это им благодарны. Потому что они внесли какую-то необычность, разнообразность в этот лагерь. Потому что мы служили, как и верующим, ну, знаете, я насколько понимаю, что это был первый лагерь, когда мы служим именно неверующим детям. И дети в основном у нас были с Херсона, Херсонской области. Это дети, которые пережили оккупацию, дети, которые, не знаю, как они сейчас спят, потому что когда мы служим там, там не прекращаются. То есть это дети не особо, может быть, благополучных семей. То есть дети, которые травмированы. И психически травмированы, и морально травмированы. Вот. И детей там, по-моему, было около 20 детей. Там были, в основном были девочки, были мальчики. И мы им служили. И вы знаете, что я понял, я что увидел со стороны, что мы не были готовы. Знаете, классно, когда вот приходят верующие, да? Ты знаешь, о чем поговорить, там это, ну, конечно, там со своими бывают моментами. Ну, как-то, знаете, вот, а тут неверующие, о чем говорить? Как начать? Как к ним подойти? Может, они не понять. Они могут такой вопрос задать очень взрослые, что тебе нужно как-то на него ответить. И думаешь, Боже, помоги, помоги мне как-то, ну, повлиять. И, ну, это была моя молитва, я не знаю, может быть, ваша тоже. Но я был благодарен, знаете. Знаете, как я сказал, что они внесли какую-то необычность, разнообразность. Вот. Но через несколько дней что-то начало с ними происходить. Вот буквально прошло там три или четыре дня. Они начали меняться. Основное, это я начал замечать песнопение по вечерам. У нас был отбой где-то без, ну, в 11 часов. И вот без пяти, 11, я слышу, я прогуливался как бы, ну, мне надо было собачку выгуливать. Я прогуливался, и я слышу знакомая песня. Доносится, не знаю, я был где-то, может быть, в полкилометре или даже дальше. Я слышу эту песню. Они дружно уже, я думаю, Боже, без пяти, 11. И они поют эту песню «Все могу вешуа», изменяющая меня. У меня где-то есть видеозапись, но я не понимаю. Вот. Я думаю, Боже, я подхожу, выходят соседи, начинают их успокаивать. И я же, я понимаю, что я же не скажу им так, давайте быстренько спать, сейчас вам дам как бы ремня. Я думаю, Боже, ну, как это надо сказать, культурно, красиво. Ну, во-первых, во мне радость, я внутри радуюсь, но тем не менее я понимаю, что уже, ну, уже отбой. И вот они вышли, там целая толпа детей, там, я не знаю, сколько там было, может, человек там, верхний этаж. Потом вместе с парнями, мы жили на втором этаже девочки, на третьем этаже, вот, видно, пожалели мальчика, видите, девочек на третий этаж послали, нас на втором. И вот они сходили вниз на крыльцо и пели громко эти песни. И там кто-то кричит им к соседям, там, молодежь, уже отбой, 10 часов хватит. А кто-то в ответ там кричит, манишма. Я думаю, Боже мой, надо что-то с этим делать. Я говорю, девчонки, мальчишки, все классно, давайте мы будем расходиться, сейчас вызовут службы. И потом, ну, это был один момент. Второй момент, я хочу показать одно фото одного парня. Извините, я просто другое не нашел, я искал, я не нашел другое фото. Значит, я не знаю, ну, я просто искал, не мог найти. Но у меня таких фотографий много, я просто не буду все показывать, потому что часть детей, здесь сидят их родители, поэтому я не буду показывать. Значит, этот мальчик, он с Херсона. И вот на четвертый день он мне говорит, Василий, вы классный человек. Знаете, сколько у меня с ним было бесед, как бы этого. И вдруг он говорит такие, знаете, истинные, знаете, может быть, знаешь, не плоти кровь тебе-то открыли, а отец мой небесный. Я думаю, боже, он говорит, я так смотрю на вас, я понимаю, что вы очень хороший человек. Я такой, ну, наверное. И это еще не все. Вы еще и крутой. Я думаю, боже. Знаете, а еще один мальчик, я тоже фотографию хочу показать. Он ходил, знаете, все, весь лагерь просто обнимал меня. И так обнимал, что у меня просто кости трещали все. И говорит, он всех, да, и говорит, если у вас что-то будут, какие-то просьбы или проблемы, вы ко мне обращайтесь. Я говорю, без проблем, все. Теперь у меня есть второй, как бы, мадрих. Он ходил всегда, как дела у вас, как это. Мне бывает, ну, нужно там готовиться, там, допустим, к проповеди, там, да, это все. Или бывает, ну, какое-то настроение, там, может быть, обед запаздывает, у тебя опять настроение пропало. Тут он подходит, улыбается, как у вас дела, обнял. И теперь просто все, все поднялось. Есть еще одна девочка, которая в конце, когда мы уже, ну, делали общее там фото, разъезжались, она говорит, вы к нам приедете, вы нас не оставите. И вы знаете, и многие, многие, многие говорили об этом. Мы когда уезжали с нашего пятизвоночного отеля, многие говорят, Боже мой, милый наш дом, прощай наш милый дом. А некоторые говорят, а что, это уже последний заезд, что больше не будет? Мы говорим, ну, нет, это уже последний заезд. Знаете, я видел, как их жизнь, она изменилась. Из тех колючих, из тех неприкасаемых, которые приехали, которые смотрели вот так вот на нас, что-то Бог сделал. И вы знаете, смотря на все это, моя жизнь начала меняться. И это изменило мою жизнь, и оно продолжает менять. Потому что, когда ты служишь людям, служение людям, оно меняет жизнь. Что поменяет вашу жизнь, я не знаю. Я знаю одно, что нужно пробовать. Нужно пробовать. Каждый человек должен найти себя в служении Бога. Потому что не вся воля Господа заключается в однодневном шаббатном служении. Это важно. Мы здесь встречаемся, мы вдохновляемся, мы прославляем Бога. Господь, Он нам служит. Мы потом общаемся. Это важная часть в жизни. Но это не вся полнота и не вся эта воля Божия, которую Бог приготовил каждому из вас. Я знаю одно, что не поменяет жизнь человека и мою жизнь, и вашу жизнь. Это просто стоять на одном месте и ничего не делать. Эта жизнь не изменит. Меня очень сильно вдохновляют и меняют мои, ну, мое служение, чем я занимаюсь. Все вы знаете, да? То есть, ну, поездки, куда мы едем, да? Миссионерские поездки. Знаете, сложно, да, сложно. Мы встречаемся с людьми, мы с ними разговариваем, люди по-разному реагируют. Иногда чуть-чуть похоже на хаос, иногда что-то как-то Господь что-то делает. Ну, знаете, когда ты едешь обратно домой, вроде ты устал, вроде ты изнемог, потому что мы посещаем не только, ну, одно место. Мы какой-то раз были в семи местах, это за один день. А чтобы вы понимали, что в одно место, где-то, может быть, уходит полчаса, может быть, сорок, в зависимости от ситуации. И мы были в семи местах, едешь просто выжатый, как лимон. Ты понимаешь, что ты устал, ты даже, может быть, даже разговаривать не очень хочется, но внутри ты понимаешь, что твоя жизнь, она переполнена. Это такая приятная усталость. И вот это вот меняет мою жизнь. Когда ты видишь, что люди, они говорят спасибо, а вы нас не оставите, вы еще раз приедете. Ну, конечно, мы приедем. И вы знаете, ты возвращаешься домой другим. И думаешь, ну, все, как бы я так устал, это, может быть, последняя поездка, но когда-то приходит утро, день, думаешь, Боже, пошли мне куда-нибудь еще подальше. Знаете, мать Тереза, есть очень интересная история про мать Терезу. Да, вы знаете, что-то католическая священница, да, она служила в храме, потом Бог ее призвал на улицу. И она однажды служила на улицах людям. И ее спрашивали, почему вы здесь, а не в храме? На что она ответила, потому что я ищу Бога за скрывшейся маской. И я нахожу Его, глядя в лица этих людей. Что вы тут делаете? Почему вы не в храме? Почему вы не молитесь? Почему вы там еще что-то? Она говорит, я ищу Бога. И это я нахожу Его, смотря и глядя в лица этих людей. Знаете, когда мне говорят, что в Украине нет будущего, ну, общаясь с людьми, в основном с верующими людьми, знаете, иногда, ну, где-то они что-то как-то, а, может быть, отчасти говорят. И, ну, даже не просто то, что нет будущего, но нет ближайшего, как бы, будущего. Закончится, как бы, война, потом будут восстановительные работы, потом это все, это так все сложно, как бы здесь не так, как для людей, а вот там, как для людей, все хорошо, и так далее. И вот, знаете, вот, ну, слушаешь этих людей? Я говорю, ну, возможно. Возможно, возможно, в принципе, это и так, отчасти. Но смотря на этих детей, да, которых вы видели, и там их очень много, я понимаю, что я не могу их просто так оставить. Я не могу оставить людей, которые там находятся, в которых мы ездим. не могу оставить ту страну, которая всеми своими силами борется и сражается за свою перемогу. Просто так взять. И опять же, я не говорю, это, это мое личное, это моя вера в Бога, это мое личное, скажем так, отношение с Богом, это мой выбор с Богом. Знаете, есть тоже один фильм, немножко отвлекусь, когда человек, он с Шотландии приехал в какую-то там забитую Африку. Он был земледельцем, не знаю, чего-то он искал, чего-то он искал. Там его жизнь изменилась, и один африканец, он задает ему вопрос, вот скажите мне, я вот сижу, сколько раз вас слушаю, у меня вот вопрос, что вы тут делаете? Вы, талантливый человек, приехали с богатой шотландской страны, где все хорошо, приехали сюда, в эту африканскую страну, тут люди, ну, что вы тут делаете? И он говорит, знаете, ваш народ стал моим народом, поэтому я тут, поэтому я тут. Поэтому, знаете, есть, у каждого есть личные отношения с Богом, у каждого есть личные выборы, каждый делает часть народа своего, кто-то делает часть другого народа, то есть, ну, это личная жизнь. Я говорю как бы о своей жизни, может быть, где-то она что-то будет переплетаться и с вашим. И вы знаете, и когда вот ты с людьми разговариваешь, думаю, да я хочу жить в этой, извините, нестабильной, может быть, забытой, иногда лишь Богом, но Богом не забытой. Нет, Бог никогда не, тем более Он помогает и участвует там, где есть в этом огромная нужда. Вот, не могу оставить людей, которые ходят в общину, которые живут в этой стране. Вот, и, ну, вот это вот меняет мою жизнь. Меняет мою жизнь служение людям. Конечно, можно везде служить людям. И в Африке есть нужда, и там есть нужда. Но важно, чтобы ты был там, где Бог тебя хочет видеть. Вот, и к этому призывает Господь. Знаете, Бог призывает к двум важным вещам. У Бога есть два призыва, и я их обусловлю так. Бог призывает служение друг другу. Это говорится, да, о том, что мы должны служить друг другу, в хорошем понимании должны, потому что это важно очень. Потому что без служения друг с другом мы не сможем возрастать, мы не сможем тоже меняться. И служение людям. А даже хочу обусловить чужим людям. Евреям 13 глава, 1-2 стих. Я буду уже немножко завершать свою проповедь. И здесь такие слова. Братолюбие между вами, да, пребывает. Ну, то есть служение друг другу, да, братолюбие. И дальше. Странолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. И вот интересно, слово странолюбие, оно в греческом оригинале звучит как филоксения. Филоксения означает помощь чужим людям. Есть слово Филадельфия, да, то есть это, ну, фил – это любовь, да, то есть это братская любовь. Там, вы помните, да, Ишо обращается к филадельфийской церкви. Филадельфия – это братская, то есть это служение друг другу. Но здесь в оригинале, когда здесь в книге римлян, в евреям, возможно, это апостол Павел писал, но нам неизвестно как бы его автора. И тут это слово странолюбие звучит как филоксения, то есть служение чужим людям. Знаете, от чужих людей ты особо ничего не получишь. Когда ты служишь братьям, то и потом мы дальше пойдем. И вот мы привыкли находиться как бы, да, в такой христианской как бы среде, да, атмосфере. С братьями, с сестрами, нам хорошо. Мы знаем, о чем поговорить, там, знаем, что я сейчас скажу, что я сейчас отвечу. Как-то поговорим о служениях, там, о Божьем как бы действии. Это все классно, это все, это одна часть. Но так не хочется, да, выходить как бы из этой зоны комфорта и служить чужим людям. И вопрос, а что я, знаете, когда ты попадаешь основном в такую атмосферу, такой вопрос, а что я вообще им скажу? Знаете, я когда всегда еду туда, вот, ну, в Херсон, мы служим всегда Божьим, дай мне какое-то слово, что им сказать? О чем с ними? Вот они приходят, непонятно, как они эту ночь спали, не спали, может быть, а может быть, кто-то из семьи погиб, а может быть, дом разрушен. И думаю, Боже, что мне им сейчас сказать? Говорит, что так все хорошо, Бог любит вас. И тут вообще, ну, и иногда сложно. Иногда сложно, ты не знаешь, что сказать. Иногда вот в этом кругу, может быть, ну, кому-то и легко, но ты понимаешь, что, ну, легче с братьями, ну, правда, с сестрами. То есть ты как-то чувствуешь себя комфортно. И даже когда мы служили, вот, ну, девочкам, которые приехали, многие говорили, было очень дискомфортно. Было очень, ну, я даже, ну, не знал, не знала, как мне помочь, повлиять. То есть было очень, как бы, ну, и где-то мы не были готовы служить таким детям. Но Бог призывает нас к филоксении, то есть служить совсем чужим другим людям. И это очень важно. Ишуа также, помните, ученики, да, говорят, что когда Ишуа поднялся на гору, там, к нему там пришли, там, да, это там Моисей, там, кто там еще, Илья, там, да, и так все классно. Они увидели, Боже, как здесь классно, присутствие, тут такая атмосфера, все, Ишуа тут светится весь, и мы тоже так чуть-чуть. Ишуа, помните, что они сказали? Слушай, зачем нам куда-то идти? Давай мы здесь сейчас создадим эти кущи, там, да, три кущи построим, и нам будет все хорошо. Но Ишуа он ответил, что нам нужно идти в этот мир, потому что я для этого и пришел. Также его высказывание, что пользы, что вы любите тех, кто вас любит, это высказывание Ишуа. И хочу зачитать еще Луки, 14 глава, 12 стиха. Вы знаете, здесь такая интересная история или пояснение, но мне кажется, что, ну, не знаю, это мне так кажется, что никто, может быть, в жизни этого и не делал, а может быть, и делали. Но я думаю, что очень мало. Я, в принципе, скажу за себя, я точно этого не делал. Знаете, есть Библия, которая, есть история, которой ты точно никогда ее не делал. И вот эта история, Луки, 14 глава. Ишуа говорит, «Сказав же, позвавшего, и сказал же, и позвавшего его, когда делаешь обед или ужин». Делаете вы обед или ужин? Ну, конечно же, это все. И кого вы приглашаете? «Не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей, ни богатых, чтобы и они тебя, когда не позвали, и не получил ты воздаяния?» И дальше продолжаем. «Ну, когда делаешь пир, зови кого? Нищих, увечных, хромых, слепых. И блажен будешь, что они не смогут воздать тебе, ибо воздастся тебе воскресение праведных». Знаете, я, когда прочитал там местописание, думаю, «Боже, но обычно, когда ты празднуешь какой-то день рождения или что-то еще, ну, как это позвать чужого человека? Как-то, ну, оно как-то неестественно. Как-то, ну, не…» И здесь еще говорит, что когда ты делаешь, позови не тех, кто потом скажет тебе «спасибо», там, «отблагодарят». Знаете, иногда, когда мы что-то делаем, знаете, все-таки есть такое, что-то я тебе делаю, и ты потом, как бы, ну, я же знаю, что будет день рождения, только попробуй меня не пригласить. Вы знаете, у меня один раз, я так сильно был огорчен, я пригласил, когда у меня была свадьба, я пригласил одного, ну, друга к себе, и, ну, как бы, а он меня потом не пригласил. Мне так было обидно. Думаю, как это? Я пригласил тебя. Вот там, это… И потом, когда я узнал, думаю, сейчас он, наверное, позвонит мне и пригласит. Думаю, ладно, ладно, друг ты мне называется. Иногда, когда ты делаешь что-то, вот мы служим незнакомым людям. Мы не знаем, увидим ли мы их, или не увидим. и ты не знаешь, ты знаешь, что этот человек, он не пригласит тебя, там, домой к себе, или там, может быть, ну, там, что-то тебе, там, не знаю, заплатит тебе. Ты просто ему, ну, как бы, служишь, как ищешь Бога в их глазах. Но Ишуа говорит, что это, ну, мы так должны стараться делать, потому что в этом есть в его воля, в этом есть его призвание, в этом есть его награда, как тут написано. Как мы можем изменить мир? Думаешь, Боже, как я такой маленький, могу поменять весь мир? Я не, у меня нет таких даров, таких способностей. Как это, изменить весь мир? Когда Бог призывал Моисея, Моше, Он сказал, услышал я о страдании моего народа, и хочу их вывести. На что Моисей, Он говорит, нет, это не я, ты перепутал. Вон, вон, другого. Я плохо разговариваю, у меня нет, там, силы, способностей. И вот, знаете, как мы можем изменить мир? Есть такое очень хорошее высказывание. Изменив одного человека, ты изменишь весь мир. Почему? Потому что, когда ты изменив одного человека, этот человек перестанет грешить. У него появится смысл жизни, у него появится любовь к жизни. Этот человек, он потом сможет родить, у него появится семья, появятся дети. Он детей будет своих учить, о том, как здорово жить и что-то делать на этой земле доброе. А эти дети, у них тоже появятся дети. И изменив одного человека, ты действительно сможешь изменить весь мир. И не нужно менять весь мир, нужно постараться изменить хотя бы одного человека. Помните, есть в Библии, местописание, кто спасет грешника, покроет множество грехов. Есть интересный фильм, называется «Плата вперед». Это очень мощное движение, оно набрало очень, ну как бы, серьезные, ну серьезное такое движение, оно набрало серьезные обороты, когда у одного мальчика появилась идея. Это не христианский фильм, но настолько он, он классный. У него появилась идея о том, что если мы сможем изменить одного человека, это фильм называется «Плата вперед». То есть ты делаешь кому-то добро, и тот человек, есть условия, что тот человек, он тоже должен сделать, ну, кому-то добро. Ну, к примеру, там был такой фрагмент, подъезжает мужчина крутой на классной машине и просто дарит машину человеку. Он, конечно, в шоке, что это какой-то сон. Это так, как пример. И, ну, говорит, ну, ты должен сделать тоже, ну, не подарить машину, а что-то сделать еще как бы доброе. То есть и он на доске, да, учебной расписал, что один помогает одному, двое помогают двоим, три помогают троим, и от одного такая вот пирамида. Огромное количество людей. И, помогая одному человеку, ты поможешь и спасешь весь мир. На самом деле это так. Как мы можем изменить мир, если мы будем любить Бога? А если мы будем любить Бога, то мы будем участвовать в жизни других людей. А участвуя в жизни других людей, мы изменим весь мир. Поэтому пусть Господь вас благословит. Знаете, Бог призывает нас участие в жизни людей. И это то, что меняет мою жизнь. Я верю, что это поменяет и вашу жизнь. Потому что люди, они вносят то, что ты не прочитаешь в книге. Ты, может быть, не увидишь где-то. Я говорю о своей жизни, о своем служении, о своем опыте. То есть это меняет мою жизнь. Ты смотришь по-другому. Я смотрю, когда они меняются, когда они были одни, а потом становятся другими, ты думаешь, Боже, нет больше радости. И я хочу это делать. И дай мне это делать до конца. Не дай мне, знаешь, охладеть, как один человек, помогая детям в Африке, общаясь с одним мальчиком, африканцем, он говорит, знаете, я не боюсь смерти. Я не боюсь трудностей, испытаний, еще чего-то. Но я боюсь одного. Я боюсь того, что то, что я делаю, это станет проблемой другого человека. То есть тем самым, говорит, что я боюсь перестать это делать. Потому что, если я перестану это делать, а в чем смысл жизни тогда? Это я боюсь одного. Не боюсь даже умереть. Но есть одно. Это то, что я делаю, станет проблемой не моей, а проблемой другого человека. Я верю, что служение людям, оно будет менять жизнь. Потому что, служа людям, ты служишь Богу. Бог к этому призывает. И об этом есть много ряд мест Писаний, я еще не все зачитал. Да, нам где-то не хочется выходить, как бы так хорошо быть вместе, приходить друг к другу в гости. Это так должно быть. Написано, что должна быть Филадельфия, братская, сестринская любовь. Мы должны друг к другу общаться, помогать, вдохновлять, мотивировать. Ну, я не представляю жизни без общения друг с другом. Но также есть и вторая часть. Бог призывает к филоксении, то есть служение другим людям. Ишова, он пришел для этого. Ишова умер за всех людей. И его был девиз. Я пришел, чтобы найти и спасти погибших. Поэтому пусть это тоже будет нашим девизом. И я верю, что вы сможете это сделать. И Бог в этом... Я вижу, я верю, что Бог изменит вашу жизнь. Так как Он меняет мою жизнь, как Он меняет тех, кто это делает. Аллилуйя. Давайте мы помолимся. Боже, святый, 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 Боже, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя за Твою безмерную любовь, которую Ты излил. Я благодарю Тебя, что проходя определенный путь нашей жизни, тяжелый путь, может быть, непонятный, может, есть желания, которые томят наше сердце. Может быть, мы не видим ответа, но мы... Ты идешь рядом с нами. Ты идешь рядом с нами. и этот путь мы видим, как Ты прикасаешься к нам, как Ты помогаешь нам. Когда у нас ослабевают силы, Ты даешь эти силы. Когда мы в чем-то разочаровываемся, Ты приходишь и Ты вновь обновляешь нашу веру. спасибо Тебе за этот путь. Это не конечный путь, но мы просто благодарим за ту жизнь, за тот отрезок жизни, за тот путь, который мы идем вместе с Тобой, и Ты идешь с нами. Да, мы не можем полностью познать Тебя, как Ты велик, как Ты всемогущ, но главное, что мы знаем, что Ты знаешь нас. Ты знаешь нас и каждого из нас по имени. И Ты знаешь каждого из нас, кто в чем имеет нужду. потребность, необходимость. Ты знаешь нас, Господь, и это нас радует. И это нас радует. Боже, я прошу Тебя, дай нам, дай нам, Боже, больше и больше от любви к друг другу, служить также другим людям, искать Тебя в лицах этих людей, которые нет в этих стенах, но находить Тебя. И я знаю, что мы сможем это сделать. Боже, я хочу, чтобы наша жизнь, жизнь брата и сестры, она поменялась. Господи, я прошу Тебя, дай мне сделать эти первые шаги. дай мне, возможно, что-то оставить и сделать это путешествие, путешествие жизни. Начать идти, Господь. Я прошу Тебя, Боже, если кто-то, может быть, остановился, кто-то, может быть, не может куда-то идти, двигаться, он не понимает, куда, может быть, на каком-то отрезке пути он остановился и не знает, а что дальше. Я прошу, помоги, помоги вновь сделать эти шаги и идти дальше, чтобы не какая-то проблема или ситуация, которая встречается на этом пути, какие-то камни, какие-то непогоды, опасности, они не заставили меня быть на том же месте, но доверяя Тебе, веря Тебе, потому что мы хотим, чтобы моя жизнь, она изменилась и она менялась. И дай нам идти за Тобою. Покажи нам Твой путь, Господь. Покажи нам Твой путь, Боже, я прошу Тебя, чтобы каждый он нашел себя в том, что Ты приготовил. Боже, потому что мы хотим меняться, потому что мы хотим меняться. Мы не хотим стоять на одном месте. Мы хотим, чтобы то, что мы делаем, это вдохновляло нас, это окрыляло нас, это поднимало нашу веру, это давало нам силы, радости. Боже, чтобы появлялся смысл жизни, для чего я живу, что я должен делать. Я верю, что столько много прекрасного Ты приготовил всем нам. Дай мне войти в это прекрасное. Дай нам идти, дай мне идти за Тобой. Идти за Тобой, Господь. Во имя Ишума. Идти за Тобой, Господь. Ягер Адонай, Панавелеха, Микунеха, Ясан Адонай, Панавелеха, Ясен Велеха, Шалом. Ягер Адонай, Панавелеха, Ягер Адонай, Панавелеха, Микунеха, Ясан Адонай, Панавелеха, Ясен Велеха, Шалом. Аминь, Аминь, Аминь. Аминь, Аминь. Аминь. Пусть Божье благоволение да пребудет над тобою, над твоей семьей и детях. И до тысяч поколений, и присутствие Божье. Пусть идет перед тобою, окружает, наполняет. Он с тобою, он с тобою, Бог на выходе и в ходе. Ранним утром или ночью, плачешь ты или танцуешь. Он с тобою, он с тобою, Бог на выходе и в ходе. Ранним утром или ночью, плачешь ты или танцуешь. Он с тобою, он с тобою. Аминь, Аминь, Аминь. Аминь, Аминь, Аминь. Пусть Божье благоволение да пребудет над тобою, над твоей семьей и детях. И до тысяч поколений, и присутствие Божье. Пусть идет перед тобою, окружает, наполняет. Он с тобою, он с тобою, Бог на выходе и в ходе. Ранним утром или ночью, плачешь ты или танцуешь. Он с тобою, он с тобою, Бог на выходе и в ходе. Ранним утром или ночью, плачешь ты или танцуешь. Он с тобою, он с тобою. Аминь, Аминь, Аминь. Аминь, Аминь, Аминь. Аминь, 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 Аминь. Аминь, Аминь. Аминь, Аминь. Аминь. Пусть светлым лицом своими помилует тебя, да обратит Господь свое лицо на тебя и дарует свой мир, свой шалом. Шалом, дорогие братья и сестры. Пусть Господь вас благословит. Пусть Бог наполнит вашу жизнь. Делайте то, что Бог вам доверяет Ищите, пробуйте Если не получается, просто пробуйте Я верю, что Бог все-таки Вы войдете в то, что Бог вам даст И это будет менять вашу жизнь Огромных вам благословений Спасибо всем Амин